18 марта 2014 года после общекрымского референдума провозглашенная независимая республика Крым подписала с Россией договор о принятии полуострова Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации. Этого события крымчане ждали 23 года. Да и не только они, а все жители нашей необъятной страны. Я очень рад, что я могу с этой сцены в моем любимом Подмосковье сказать, как я счастлив, что Крым наш, как я счастлив, что Крым вернулся к нам. Крым – это жемчужина России. Он всегда славился своими курортами, оздоровительными санаториями, природой, воздухом и кристально чистым морем. Но за то время, пока Крым находился в составе Украины, он, мягко говоря, пришел в упадок. Тем не менее, люди, живущие там, никогда не унывали. Они жили мечтой, что придет день, и Крым снова станет Россией. И теперь, когда все позади, когда произошло вое соединение, можно смело провозгласить «мы вместе». Я считала, считаю и считала всегда, что Крым и был наш. И поэтому, естественно, радостно. Россия, Крым, Севастополь – мы все за. Это наши родные корни, наши родные люди, за которых мы всегда готовы также и жизнь свою положить, если это понадобится. Соединение – это не только географически, но и я надеюсь, что народно все будет хорошо у нас. В общем, мы поддержим Крым. Я пришла не просто на митинг, я пришла, чтобы сказать, что поддержать крымчан и сказать, что мы вместе. Площадка для митинг-концертов в честь воссоединения Крыма с Россией была выбрана не случайно. Организаторы понимали, что людей, желающих посетить это мероприятие, будет много. Поэтому площадка у Ледового дворца в городе Балашиха стала идеальным местом. Одна только делегация из Ленинского района составила около ста человек. А такие делегации ехали со всего Подмосковья. В Ленинский район приехала делегация порядка ста человек, которая представляет различные молодежные, общественные организации, ветеранские организации. Ну, абсолютно разные сферы нашего населения Ленинского района. Они выразили желание поучаствовать в этом мероприятии. В день годовщины воссоединения Крыма с Россией праздничные концерты и митинги проходили по всей стране. Ну, а сами крымчане отмечали этот день с большим размахом. Ведь эта дата по праву стала одним из значимых исторических событий в новейшей истории нашей страны. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.